На днях россиянам объявили о возможности улететь в отпуск не только в Турцию, но и еще по трем направлениям. На взаимной основе возобновляется международное авиасообщение по следующим направлениям. В Египет три рейса в неделю будут летать до Каира, два рейса в неделю в Объединенные Арабские Эмираты и два рейса в неделю в Республику Мальдивы. Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения. Не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней. Не более одного и на основе принципа взаимности, говорится в постановлении премьер-министра Российской Федерации Мишустина. На данный момент туроператорами формируются туристические пакеты и совсем скоро мы предполагаем, что в ближайшие одну-две недели можно будет уже начать бронирование туристических маршрутов. Конечно, как мы знаем, покупка пакета услуг всегда выгоднее, чем покупка отдельных элементов. Именно поэтому следует немножко подождать и можно будет уже все бронировать и приобретать. Конечно, всех потенциальных туристов волнует вопрос, нужна ли справка с отрицательным результатом теста на ковид и если нужна, то когда и где. Вылетая в Дубай и на Мальдивы, туристу необходимо иметь на руках отрицательный тест на ковид. Справка должна быть на английском языке, а анализ сдан не более 72 часов назад. Надо быть готовым и к тому, что по прилету в Эмираты вас могут попросить повторно сдать анализ прямо в Дубае. Основные изменения, которые сейчас в связи с коронавирусом, коснулись туризма и перемещений. Нужно заполнить несколько анкет, отправляясь в поездку. По возвращению нужно обязательно сдать тест на коронавирус. Его результат необходимо загрузить на портал госуслуг свой личный кабинет. Это делается очень легко. Тесты сейчас сдаются как в платных, так и в бесплатных клиниках. И, соответственно, в течение трех дней вы сдаете тест, загружаете его на портал госуслуг и все хорошо. Но загрузить его нужно обязательно, иначе будет штраф. При этом появилось новое требование для страховок. Необходимо, чтобы документ покрывал ковид-19. Кроме того, туроператоры ожидают лояльности в ценах от принимающих курортов. Иначе те могут совершенно лишиться туристов и, соответственно, заработка. К сожалению, снижение цен на мальдивские туры, несмотря на общую тенденцию, не предвидится. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».